Доброе утро, дорогие наши телезрители. Я думаю, что я не погрешу против истины, если скажу, что всегда приятно узнавать о своих старых знакомых что-то новое, увидеть в них какие-то новые движения, то, что происходит в их жизни. Вот с таким моментом я сейчас и встретился. Точнее говоря, не с моментом, а с человеком. Антон Стравинский сегодня на студии вместе с Анной Светлаковой. Доброе утро, ребята. Доброе утро. С Антоном мы давно уже знакомы. И вот впервые я встречаюсь с ним в студии и в качестве музыканта, Антон, с Анной, вы сейчас разговариваете. У вас коллектив называется «Территория тишины». Ну, вы не в полном составе, да? Ну, на самом деле... Несколько слов о ребятах, которые еще участвуют. На самом деле у нас не существует как такового полного состава. Думая о коллективе, проще сказать, что это скорее... Сессионный коллектив? Общество с неограниченной безответственностью. Так вот мне кажется. Ну, можно назвать это сессионным составом, потому что основа состоит из меня, Анны и Алексея Светоносова, которого сегодня с нами, к сожалению, нет. Вот мы в группу набираем в основном по принципу, чтобы имя начиналось на А, а фамилия на С. А, ну да, Антон Стравинский, Анна Светлакова и Алексей Светоносов. Ах, вот как. Вот. Остальные музыканты... Асы, одни асы в коллективе. В коллективе. Остальные музыканты сессионные. Можно так сказать, иногда с нами играет скрипачка Настя Шафран, перкуссионист Дима Шафран. Вот. А также много наших друзей играют в записи. Записи мы используем в своих выступлениях, будем использовать и сегодня. То есть это не фанера, это скорее такие минусовки, аранжировки, и там играют живые люди. Давайте прямо и начнем с этого представления вашей музыки. Давайте. Какую-то композицию небольшую в самом начале, перед началом разговора. Он там, где никого нет, Он там, где можно взять след, Он там, где нужен лишь шаг, Чтобы вступить в игру, Чтобы поднять флаг. А он не такой, как все. А он не такой, как все. А он не такой, как все. Он едет на одном колесе. Он там, где над землей дым, Он там, где можно быть живым, Он там, где умирать грех, Где никого не жаль, Где ты один за всех. А он не такой, как все. А он не такой, как все. А он не такой, как все. Он едет на одном колесе. А он не такой, как все. А он не такой, как все. А он не такой, как все. А он едет на одном колесе. Территория тишины. Так называется коллектив. Ну, участники коллектива, которые сегодня у нас в студии. Доброе утро еще раз. Ребят, я почувствовал такие фольклорные, какие-то этнические моменты. Да, вот инструмент необычный у вас используется в музыке. Вы вот, в частности, ты, Антон. К этому пришел с течением времени, или это сознательный какой-то выбор, что вот так вот более будет коммерчески звучать музыка. Прагматически или это душевно? Ну, честно говоря, с коммерцией у меня как-то вообще не складывается никогда. Поэтому глупо говорить о каком-то коммерческом выборе. Нет, это все идет от души, как чувствуется, как пишется, как слышится. Но ты же не музыкант по образованию. По образованию я актер. Актер, да. И по профессии не работаю. Значит, музыка у тебя больше как твое душевное, да? Вот территория твоей души. Ну, можно так сказать, да. Как скоро появится альбом? Мы очень надеемся, что альбом появится летом. Осталось закончить буквально три произведения. Все уже записано. Осталось только свести, сделать мастеринг. И вот надеемся, что летом альбом появится. Уже есть название альбома? Название альбома есть. Он будет называться «Калиюга». Это большая калия, значит, да? С юга. Ага, в этом смысле. Один из клипов, который я видел, он, не знаю, много у вас уже клипов или нет, но я видел клип на одну из ваших песен, которую сейчас можно увидеть у нас на экранах, вот на мониторах на этих. Клип снят в жанре песочной анимации. Это такая драматургия песня. Ты так почувствовал? Или это модное, опять же, веяние? Ну, когда мы задумывали это, это еще не было, как мне кажется, модным веянием. Вот идея о решении видеоролика в таком жанре пришла в голову моей жене. И мы уже вместе с ней дорабатывали, вместе с группой. Решили, что вот так вот будет интересно. И в чем-то может быть даже проще, чем задействовать большой штат видеооператоров, монтажеров, инженеров. Вот. И нам, кажется, получилось достаточно удачно. А впереди у вас конкурс, на котором вы участвуете. Как называется конкурс? Давайте познакомим наших целей. И что это за конкурс вообще? Ну, я не знаю, уместно ли употреблять слово конкурс. Вообще это трибьют-проект, посвященный группе «Аквариум». Четырехтысячелетие, насколько я понимаю. Вот так уже. Да, где любые музыканты могут записать свою версию одного из произведений, или даже не одну, Бориса Гребенщикова, прислать как бы на сайт «Лен.Тару». И как бы проходит этот конкурс, по результатам которого будут отобраны несколько групп, которых включат в трибьют-проект. Вот это называется «Ре-Аквариум», да? Ну, видимо, так. А какая песня будет звучать ваша там? Что вы взяли в виде трибьюта? В виде трибьюта мы взяли произведение «Лой Баканах». Это саундтрек фильма «Черная роза. Эмблема печали» Сергея Соловьева. Мне показалось, что оно как-то наиболее близко и названию «Территория тишины», и как-то нашему такому этномузыкальному настроению. Что ждете от этого, ну, не конкурса, скажем так, вот, исполнения? Кстати, проголосовать же могут за эту песню, да? Проголосовать можно, да, на сайте «Круги», пока на «Ленте Рона» не выставлено в данный момент. Ссылку можно найти на нашей странице ВКонтакте, ну, либо прямо на сайте «Кругов». И что вы ждете от этого? Конкурс, не конкурс, но вот тем не менее вот эта песня прозвучит? Сам процесс, прежде всего, я думаю, интересен. Ну, да. Говори. То есть, да. Процесс записи, процесс работы с материалом, с этим, с музыкой Бориса Борисовича, и как-то нужно изменить это, как-то прочувствовать и внести что-то свое, чтобы это было интересно. А какая песня будет в завершении нашей беседы? Как она будет называться? Песня называется «Трогать мир руками». Нужно трогать этот мир руками. Испытывать на прочность каждый миг. Мир отвечает мне загадочными снами. И в каждом знаке спрятан Божий лик. И в каждом знаке сломанная века, Клоняясь к земле, становится крестом. И на ребро становится монетка. И женщина становится ребром. Играет музыка. Играет музыка. Мне больно видеть сломанные крылья Испытывать сомнения и страх Мой странный мир страдает от бессилия А боги умирают на крестах И в каждом знаке сломанная ветра Клонясь к земле, становится крестом И на ребро становится, и на ребро становится манетка И женщина становится ребром Субтитры подогнал «Симон» Антон Стравинский, Анна Светлакова Участники группы «Территория тишины» Сегодня были в наших гостях У нас в гостях в музыкальной нашей рубрике Ребят, удачи вам на конкурсе Спасибо Ждем с победой, как говорится Мы продолжаем нашу программу Субтитры подогнал «Симон»